всем привет трем грунт сейчас расскажу чем true грунт true грунт под толщиномер посмотрим какому результату выйдем я тут потихоньку начал чесать борт с бортом чуть сложнее потому что формы не буду показывать на нем как бы дольше времени просто потратим на одну и ту же информацию тут важно просто суть какой наждак какая последовательность сколько до какого уровня тереть каждым наждаком и что собственно вообще нужно для работы значит для работы не важно на какой плоскости с нормальным грунтом когда в шагрень у грунта сейчас покажу как выглядит ее в принципе почти нет первым делом нам понадобится проявка проявка рекомендую брать в пудрах с аппликатором мне нравится мерка и и же с ними то есть они все выглядят одинаково и внутри у них все то же самое но это допустим колод просто на складе было колод у рефлекса такая же дал кучи компании такая же они все скупляются в одном месте стоит она адекватных денег выглядит так аппликатор отверстие для того чтобы высыпалась пудра вот так и на аппликатор ее наносим далее делаем вот так и у нас покрытие очень быстро проявляется не рекомендую брать что-либо из печки как некоторые экономят сажу берут оттуда потом не задавайтесь вопросами блин откуда у меня кратера когда все вроде бы чисто сделано это у вас из печки кратера это ваша экономия вот это вот порошка вот этого вот вот этого вот прямо все пачки мне для работы в 1 хватит на полгода точно ее цена копеечная реально копеечная с учетом что это материал который у вас работает не на одной машине и это я говорю за каждодневную работу мне на полгода хватит дальше пока нельзя далее мне нужен именно здесь жесткий средний брусок мирковский с пылеотводом обязательно само собой пылеотвод и пылесос по наждакам значит что у нас тут у нас одет 320 абранет я сейчас все отработаю на сетке умерки у сетки самая лучшая пылеотводящая способность как бы там не был мне не нравится кубитрон наждак тащусь от него на 320 наждака кубитрона пылеотвод хуже чем у сетки в разы с этим не поспоришь хотя кубитрон работает лучше и дольше ну вот вот так выглядит длинная полная полоса ее режут пополам то есть это полная полоса на большой брусок это средний брусок поэтому половиночка ах как перчаткам все хорошо цепляется кстати да перчаточки потому что пальцы ну допустим вот здесь вот убиваются тоже наждаком хорошо далее мне нужно абранет 400 нерка и 600 по вот такой градации наждаков я работаю привык по крайней мере работать уже только сетками и только у мирки объясню почему если 320 сетка бронетовская и 3м овский кубитрон допустим пурпурная называется на кубитрон тупол пурпурная там еще можно поспорить 3м реально лучше работает но сетка лучше собирает пыль то 400 600 и 800 исключительно сетка потому что на этой градации уже во первых абразив не забивается потому что пыль от вот реально лучше и качество работы тоже нужно видеть уже не просто елозить а видеть конкретно что мы делаем поэтому для меня только сетки в этих градациях остального наждака для меня в принципе не существует тут также толщиномер для того чтобы но сейчас допустим в одной точке померяем 128 еще раз 130 ну возьмем грубо 130 то есть тут же будем потом ориентироваться сверять что мы делаем я буду сейчас точить наждаком посмотрим сколько мы сточем просто нас на бруске потом пройдем еще раз проявим обязательно 400 проверим и 600 проверим что мы сделали приступаем полевая маска как бы хорошо у нас не отводил пыль пылесос через наждак масочка есть масочка поехали покажу вот наждак поменяю потому что я им отработал весь борт и уже кусочек подсел 3 мовский еще пработал и работал у меня но тут пыли нету по крайней мере вот так выглядит шагрень нормального грунта она присутствует но в таком малом высоте короче я мерил на борту у меня высота шагри не 8 микрон получилось но это два раза тирануть бруском так поменяю сейчас наждак на свежий и работы у нас есть вот вот это вот вот Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Все, надо работать. Поехали! Добавил субтитры DimaTorzok 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 реально нет ничего невозможного да это чуть дольше вот да вот я вот тут поработала понимаю что мне вот тут еще надо потерять может быть даже я психану возьму 400 до и выбью всю крышу более-менее под одинаковую толщину потому что хочется чтобы это все было одинаково и красиво вот тут 110 тут 105 надо уйти меньше 100 тут 115 просто надо уйти меньше сотки да еще 400 кай пройду потому что потому что потому что вот работа с остальными плоскостями она такая же отличается только типом брусков может быть придется взять полукруглый выпуклый такой полукруглый по форме чтобы пройти где-то около арок может быть придется взять допустим мягкую проставку под руку на которую клеится наждак и идешь там по разным формам там где допустим бруском просто неудобно либо можем нарубить ребер только этим отличается выбор наждаков от этого не меняется то есть работаем по грунту 320 400 600 все в мягких 3 мов ских или кавас кавакса есть такие на софтпадах они называются не совпад а блин уже повылетала из головы название наждаков короче называется не fine super fine ультрафай микрофайн такой для такой работы нам нужен супер файн ультрафайн то в принципе на этом остановимся то есть где-то тут почухать там почухать либо же 400 600 на таких наждаках также может быть понадобится серый скотч брайт там где ну реально даже наждаком не можем залезть чтобы хотя бы ту же самую пудру достать оттуда чтобы выдуть то есть серым скотч брайтом прошлись промотовались можно пройти по поверхности вместе с обдувочным пистолетом согнать пыль это хорошо перед тем как обезжиривать чтобы не тягать за салфеткой первые слои вот эту чамораж это все делается серым скотч брайтом и серый скотч брайт кстати тоже риску немного подсаживает потому что это как как никак там зависимости от типа фирма 600 там до 1000 идет разбег по градации поэтому это тоже абразивный наждак на этом у меня все дальше в следующем видео покажу просили показать точнее отдельно оклейку под покраску потому что под грунт это знаете так там пойдет что горбы где-то там не натянута идеально под грунт нормально под покраску нет не прокатит поэтому отдельно будет обклейка и отдельно будет покраска сразу забегу наперед этот кузов поскольку у него тут есть жесткое разделение молдингом я буду красить в два захода отдельно два борта отдельно крышу я так привык лишь потому что это ну реально гораздо чище гораздо чище как себя не обдувай как себя там не сдувай не проходи там все эти дела когда я работаю вот так вдоль борта это одно но когда я поработал вот так вдоль борта а потом пошел лачить крышу у меня тут шланг который лежит по полу и как его не обтираем все равно так или иначе ложился на пол я здесь нахожусь и работаю и так или иначе вот на вот этот батон и вот эту часть крыла обязательно блин как на зло что-то упадет то есть проблемы не на крыше будут проблемы будут на борту и чтобы их избежать когда есть такое разделение я для себя выбрал такой вариант и всегда так делал я красил всегда все отдельно это чуть чуть дольше ну буквально там на пару часов дольше по окраске то есть сначала открасим это она высохнет бумагой прикрылись пленку накинули или все бумага это в идеале и открасили крышу отдельно это жирно ну либо можно сначала крышу потом борта но у меня всегда уходило так начала борта потом крышу вот так чуть наперед о том как я буду работать на этом у меня сегодня все всем спасибо за внимание вопросы в комментариях всем удачи и пока